всем добрый день смотрите какая у нас сегодня погода обещали снег с дождем не погоду предупреждение присылали и целый день сегодня идет дождь и ночью шел дождь дорога смотрите какая у нас вся в лужах а это у нас навес около дома здесь вход в дом там под ним шумит слышите как шумит дождь наша сосенка снимаю со второго этажа посмотрите сколько снега осталось чуть-чуть совсем а воды море целое ручьи ручьи в этих бочках у меня летом цветы росли там в саду вообще наводнение дальше вот там там наши теплицы наводнение куда это вода будет потом уходить и как долго с этого окна я вам снимаю это второй этаж а подать под этой комнатой мамина комната находится мама там подо мной сейчас внизу но здесь мои растения целый день под лампой потому что очень пасмурный день очень темно дома приходится включать свет везде подошла к другому окну которая выходит в огород и смотрите сколько за это за эти сутки воды прибавилось теплица почти плавает поручит они очень бегут потому что земля там еще видно промерзшие куры услышали мой голос вышли там в вольере какие они зоркие все-таки курочки собаки лают пасмурный дождливый день а птички поют я сегодня ничего не готовлю потому что все есть не надо кухней заниматься только чайник ставлю время от времени грею да с медом пью чай и с молоком пила чай ну а тут вот мои дополнительные моя еда дополнительная то что вы не выписали вот этого первого три раза в день пить вот это первый рядочек это два раза в день пить это один раз день пить еще и вот витамин d вот здесь стоит отдыхаю конечно отдыхаю то полежу то посижу но вообще скучно сидеть без дела мне несовершенно это не мой ритмы жизни но придерживаюсь надо же долечиться пролечиться но и все равно сижу и смотрите чем я занималась помедленнее а тут наверно дергается все изображение вот смотрите ольга алиева вы со мной вместе начинали шить квадратики как у вас продвигается работа я зашила в полоски в длину полосочки шесть полос и длину я просто на пол разложила как они должны быть но еще между собой их не соединила полоски вот так вот это выглядит я одну полоску отодвинула видите теперь мне нужно продольные полосы сшивать между собой вот такое у меня получится покрывало искажает конечно цвет здесь не совсем черное все здесь с коричневым с коричневым с бежевым рисунок такой интересный блок квадрат в квадрате вот такой вот серединка у меня я назвала это покрывало кофе с молоком или со сливками вот в середине 4 квадратика отличаются по рисунку это пеночка на кофе наверное у меня будет так что я занимаюсь шью сижу немножко пошлю пошлю чувствую что спина устала глаза устали я откладываю в сторону и что-нибудь по телевизору посмотрю в общем отдыхаю то полежу то посижу к маме сегодня почти не захожу все-таки я боюсь что я могу ее заражить а кстати я же еще делаю упражнения для сосудов шеи и головы нашли в интернете упражнения 20 с лишним минут каждый день занимаюсь делаю упражнения еще надо дыхательную гимнастику делать но пока я еще не начала делать вот вот это вот покрывало как я его подробно начинала шить как я квадратики эти выкраивала все это будет на моем другом канале я снимаю видео очень долгое получается видео потому что я шью не не упорно чтобы села и за вечер что-то сшила нет я шью по возможности когда у меня есть время желание то у меня есть всегда а вот время когда есть тогда я начинаю шить сидеть а может быть вечером отложу в сторону так вязать хочу вот так друзья я вам все таки решила показаться кто по мне соскучился вот так я сегодня выгляжу у меня в больнице у меня в больнице отросли волосы длинные стали челка челка длинная у меня выросли ногти на руках на ногах вот что 10 дней и такие изменения но голос хрипой пока но ничего страшного прорвемся вместе с вами с вашей поддержкой везде дома темно свет не захотела включать вот поднялась в такое помещение оно маленькое а здесь свет включить здесь светло ну ладно прощаюсь с вами до новых встреч всего вам хорошего доброго и замечательных замечательных событий в ваших жизнях пока